Сегодня мы рассмотрим очень простую в понимании стратегию, которую можно применять и получать хорошие результаты. Данную стратегию лучше всего использовать на 15-минутном таймфрейме. В данной стратегии мы будем использовать только два индикатора. Ее условия просты для понимания, поэтому ее могут использовать даже начинающие трейдеры. Напоминаем, что в конце видео мы покажем результат бэктестирования данной стратегии. Как мы и обещали сообществу, мы будем делиться торговыми стратегиями, которые будут работать, даже если у вас есть постоянная работа. Мы обязуемся предоставлять эту информацию бесплатно. Кстати, если вы хотите присоединиться к моему сообществу, то ссылку на мою группу в Телеграм вы найдете в описании ниже. И не забудьте подписаться на канал, так как это поможет нам создавать больше подобного контента бесплатно. Давайте начнем. Перейдем к графику. Мы должны убедиться, что используемый нами таймфрейм 15-минутный. Убедившись в этом, мы можем добавить первый индикатор. Перейдите на вкладку «Поиска индикаторов». Найдите индикатор BUINCEL Backtest Single E-Macross. Выбираем индикатор, созданный компанией, чей Underscore Trader. После добавления добавим последний индикатор. Найдем «Бэнкер фунт флот рэнтоссиэйтер». Выбираем этот вариант из списка «Блэккорд». Для получения хорошего результата нам необходимо модифицировать индикаторы. Сначала перейдите к настройкам индикатора BUINCEL. Теперь перейдите на вкладку «Инпутс». Измените значение параметра «Срэлект ЕМА1» с 10 на 21. Затем измените значение «Срэлект ЕМА2» с 20 на 34. На вкладке «Стайл» снимите флажок с этой опции. Закройте вкладку «Настроек индикатора», поскольку это все, что нам нужно сделать для данного индикатора. Теперь перейдем к настройкам осциллятора тренда. На вкладке «Стайл» снимаем флажок с опции «Плэккендрл». Условия входа. Поясним правила торговли. Для входа в длинную позицию, во-первых, у нас должна быть зеленая метка с надписью «Бай». Это означает, что мы находимся на бычьем рынке. Во-вторых, осциллятор тренда должен быть зеленого цвета. Это подтверждает бычий характер рынка. В-третьих, осциллятор тренда должен находиться выше фиолетовой линии. И, наконец, свеча должна быть зеленой. Сигнал входа и выхода. Когда все условия выполнены, переходим к открытию длинной позиции. Поместите вход в позицию на свече, появившейся с сигналом «Покупка». Стоп-лосс устанавливаем на недавнем минимуме свинга. Для тейк-профита закроем его в полтора раза больше риска. Теперь давайте посмотрим, как будет развиваться эта сделка. Как видите, сделка оказалась прибыльной. Рассмотрим другой пример. Мы войдем на этой свече, так как она удовлетворяет всем условиям. Мы установим наш стоп-лосс на минимуме свинга и поставим цель в полтора раза больше риска. Как видите, это выигрыш. Теперь позвольте мне показать вам, как можно занять короткую позицию. Для входа в короткую позицию, во-первых, у нас должна быть красная метка с надписью «Продавать». Это означает, что мы находимся на медвежьем рынке. Во-вторых, осциллятор тренда должен быть красного цвета. Это подтверждает медвежий характер рынка. В-третьих, осциллятор тренда должен находиться ниже желтой линии. И, наконец, свеча должна быть красной. Когда все условия выполнены, можно входить в позицию. Стоп-лосс мы установим на недавнем максимуме. Выходить из сделки мы будем с 1,5 кратным риском. Теперь давайте посмотрим, как будет развиваться эта сделка. Как видите, сделка оказалась прибыльной. Рассмотрим другой пример. Мы войдем на этой свече, так как она удовлетворяет всем условиям. Стоп-лосс установим на предыдущем максимуме. А цель – в полтора раза больше риска. Как видите, это выигрыш. Бэк-тестирование. Итак, я протестировал стратегию сто раз. И вот результат. Я использовал стратегию на биткоине и достиг 61% выигрыша. За сто сделок стратегии увеличила мой капитал на 33.12%. Если у вас есть 1000 долларов в качестве капитала, то в итоге на конечном счете вы получите 1331.2 доллара. На этом мы заканчиваем рассмотрение стратегии. Надеюсь, вы узнаете больше из этого видео. Кстати, ниже в описании я разместил ссылку на мой Телеграм. Вы можете присоединиться к моему сообществу в Телеграм, чтобы быть в курсе моих текущих дел. Также, если вам понравилось это видео, пожалуйста, нажмите на кнопку подписки, чтобы не пропустить больше подобных видео. Как всегда. Спасибо за внимание и до встречи в следующем видео. До свидания.